Здравствуйте! В эфире «Область доверия» в студии Игорь Лычев. Закон о болельщиках, ну а вернее ряд поправок в закон о спорте внесен в Госдуму. Прекратятся ли хулиганские выходки на стадионах? Кто отвечает за безопасность во время спортивных состязаний? Как будут наказывать нарушителей? Эти и другие вопросы обсудим сегодня с нашими гостями. В студии генеральный директор футбольного клуба болельщиков «Динамо» Всеволод Алексеев. Здравствуйте! Футболист, тренер подмосковного футбольного клуба «Спарта» Анатолий Рожков. Добрый вечер! Добрый! Ну я надеюсь, минут на минуту в этой студии появится эксперт по безопасности, член общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин. Он сейчас в одной из московских пробок. В Москве пошел снег. Телефон прямого эфира 8-499-259-46-01. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Заходите также на наши страницы в Фейсбуке и Твиттере. Ну а в интерактивном голосовании сегодня мы спрашиваем. За хулиганство на стадионе нужно наказывать. Если вы считаете, что ответственность должна нести команда, набирайте 660-22-15. Если же ответственность нужно возложить на болельщиков, звоните 660-22-16. Код города 495. И, Всеволод, к вам тоже обращу этот вопрос. Так кто же все-таки должен отвечать за спокойствие и соблюдение порядка на стадионе во время матча? Команда, организатор, либо болельщики, хулиганы? Вы знаете, в первую очередь, вы правильно сказали, за правонарушение ответственность должна быть на нарушителях. Это основа основ. Потому что можно обеспечивать безопасность. Сейчас у нас правопорядок обеспечивают сотрудники полиции. Пока по закону. Возможно, путем внесения вот этих вот изменений в законодательные акты, которые будут разграничивать ответственность сторон, которые участвуют в футбольном процессе, возможно, какая-то, соответственно, полномочия и ответственность появится. И на клубах уже реальная полномочия. Потому что клубы сейчас отвечают за правонарушение болельщиков. Они штрафуются со стороны Комитета Российского Футбольного Союза. Но реальных функций по обеспечению безопасности, реальных полномочий клубы не имеют. Соответственно, существует вторая же проблема. Это неотвратимость наказания, которая сейчас, к сожалению, существует. Опять же, если мы приведем к примеру недавний матч между командами «Динамо» и «Зенит», когда была выброшена петарда и была травмирована врата «Динамо» Антона Шунина, то дело по статье «Хулиганство Уголовного кодекса» возбуждено. Но человек, который совершил это правонарушение, он не найден. Но матч «Зенит» «Динамо» стал своего рода катализатором. Ведь до этого была масса ситуаций, когда и пластиковые кресла летели на трибуны, и травмировали футболистов, травмировали судей, спортсменов. Это, в принципе, уже был катализатором. Всеволод, все-таки еще хочу услышать от вас. Вы генеральный директор футбольного клуба «Болельщиков». Так вот, «Болельщики» или все-таки футбольный клуб, «Стадион»? Вы понимаете, отвечать... Можно прописать, что отвечают, например, «Болельщики» сами. Либо отвечает футбольный клуб. Но должны быть возможности для того, чтобы проводить работу и рычаги влияния на этот процесс. К сожалению, пока у клубов «Болельщиков» нет. Анатолий, а вы как считаете? Ну, я думаю, что должны как бы правоохранительные органы наши заниматься. Потому что я знаю, что у нас сейчас установлены видеокамеры на трибунах в Химках, потому что я много лет там отыграл. Вот, я знаю. Все это, я думаю, что делается просто. То есть, ставят камеры, все это видно, кто бросал. Вы знаете, Анатолий, после того, как посмотрели видео, записанное на стадионе Химки, в Химках, к сожалению, так и не обнаружили виновников. Картинка почему-то размытая, камеры, видимо, не соответствуют тем требованиям, которые... Ну, значит, надо это улучшать, как бы, потому что вот есть же международный опыт, да, в Англии тоже там очень много было всяких бесчинств на трибунах в свое время. Все это сейчас сошло на нет, да. Значит, есть какие-то рычаги, есть моменты, когда можно решать эти проблемы. Вот, там, привлекать к ответственности уголовную, там, не пускать на стадионы, отстранять, да. То есть, там, есть списки... То есть, вы считаете, что в футбольный клуб футболисты не отвечают за своих болельщиков? Не должны отвечать? Не, ну, как футболисты будут отвечать за болельщиков? Это же нереально. Да, общение может быть, да, то есть, настраивание на какие-то там положительные эмоции, да. Вот. Но если человек настроен на то, чтобы бесчинствовать, да, не смотреть футбол, ну, так и будет бесчинствовать. То есть, приходят молодчики, да, там, не знаю, как назвать. Вот, команду, пусть это и техническое поражение, но тем не менее. Ну, матч прерван, да, болельщики «Зенита», как я понимаю, да, там, много всяких, много всякой информации, которые там, динамоцкие там, вот, зенитовские болельщики, то есть, там, непонятно, кто там пробрался, лазутчики какие-то там, много разных этих версий есть, вот. Но матч прерван, да, в регламенте это прописано, вот. Вот, это не первый случай, скажем так, да, когда матч прерывается, вот, динамо с торпедой играло, то же самое было. Вот, как бы, в регламенте есть регламент. Вы считаете, что это своего рода лазутчики, то есть, это пройденная акция? Ну, я думаю, что там много этих передач было раньше, да, там, расследования всякие, там, проплаченные акции есть, я не знаю, там, есть это, нет, то есть, там, вот, по телевидению много всяких было передач про болельщиков, да, которые, там, спонсируют, вот, то же самое, там, бесчинства всякие, там, драки и так далее. Вот, не могу сказать, я как бы... Вы знаете, вот, в Большом театре, знаю точно, существует такая система, институт так называемые квакеры. Это люди, которые специально приходят в театр и кричат на определенное по артиста, браво, бис, и как-то восхваляют его, поднимают его реноме. А вот болельщики, если провести аналогию, болельщики и спортивный клуб, здесь можно аналогию проводить или нет? Я думаю, что вряд ли. Вот, это... Либо болельщики любят тебя, либо не любят, за что? Сема, вы как считаете? Я полностью соглашусь с коллегой. Болельщики – это те люди, которые приходят на футбол поддержать свою любимую команду, команду, которую они выбрали для поддержки в свое время. Есть просто зрители, которые приходят, допустим, на какие-то интересные матчи, матчи Еврокубков, просто посмотреть на звезд российского и зарубежного футбола. Но болельщики – это те люди, которые, несмотря на что, выбрали себе команду и приходят ее поддерживать. Есть люди, которые, к сожалению, ведут себя порой не совсем адекватно, порой агрессивно. Но некоторые, даже, можно сказать, не болеют свою команду, а болеют, допустим, против команды соперника, например, или просто сами себя выражают. Но здесь важно учитывать, что у нас болельщики такие, какое у нас общество. В большом счету, те же самые люди, которые окружают нас в повседневной жизни, те же самые люди, они приходят на стадион. На сегодня любой матч, любое спортивное состязание, а тем более футбольное, либо хоккейное состязание – это все-таки шоу. Вы согласитесь со мной или нет? Он всегда был шоум. Это, как многие, я слышал, называют футболу-то театром в своем роде. Потому что люди приходят смотреть зрелище. Зрелище на поле. Некоторые люди приходят зрелище устраивать на трибунах. Самоурожаются, взрывают, кричат, ругаются и так далее, дерутся. Но я могу понять драки еще, когда болельщики собираются за стадионом где-то, группировки эти дерутся между собой. Это как бы испокон веков было, кулачные бои. Это можно как-то оправдать, они там вне стадиона подраться, на кулаках, помериться силами. Но то, что они стоят на трибунах, это как бы вызывает усилие. Всеволод сказал, что болельщики – это срез нашего общества, это те же люди, которые сегодня живут среди нас. Вы скажите, со времен Древней Греции всегда были болельщики. Но почему сегодня болельщики превратились в фанатов, в хулиганов фактически? Это действительно веяние времени? Это дух нашего времени? Ну, хулиганы были везде, во всех странах. Я уже приводил Англию, да? То есть там же считалось вообще самое хулиганское, хулиганские движения эти были. Но Англия все-таки… Они от этого отошли как-то? Отошли. Вот, нас принимали… Хорошо, сейчас мы привяжемся на рекламу. Скажите, вот тот законопроект, который мы осуждаем, сегодня жизненно необходим, да или нет? Я бы не считал, что он так необходим. Сейчас реклама, а потом мы продолжим. В эфире «Облаздавилие» мы продолжаем обсуждать закон о болельщиках. Телефон прямого эфира 8 499 259 46 01. И к нам присоединился эксперт по безопасности, член общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин. Дмитрий, добрый вечер. Приветствую. Как первый снег, в общем-то пробки нормально добрались? В Москве ездить непросто. Непросто. В Москве, в общем, много сложностей, но при этом столица наша великая держава. Дмитрий, мы здесь начали уже говорить о том, кто же все-таки должен отвечать за безобразие, за хулиганство на стадионе. Команда, либо болельщики? Я считаю, за все, что происходит на стадионе, должны отвечать организаторы спортивных мероприятий. Это предприниматели, которые занимаются бизнесом, извлечением прибыли. Соответственно, их зона ответственности. Это может быть группа ответственных, например, хозяева стадиона и соорганизаторы, может быть, это клубы. Потому что, во-первых, самое основное, это бизнес для них и извлечение прибыли. Соответственно, надо, чтобы налогоплательщики не несли, в том числе, по среднему расходу, затрату и так далее. Я считаю, что должно быть в законе урегулирована ответственность, а, соответственно, исходя из ответственности, полномочия тех, кто организует мероприятия. Это права и обязанности. Право, например, контроля за теми, кто приходит на стадион, проверка, может быть, жесткая проверка. Но сейчас технологичные вещи позволяют это сделать. Но в стадионе, к сожалению, технологичные вещи не позволили пока что это сделать. И мы уже наговорили в этой студии о том, что матч «Зенит» и «Диналок». Извиняюсь, это комплекс мер. Собственник должен иметь право, например, в том числе распространять билеты так, чтобы знать, кому распространяет. Возможно, через паспорта. То есть, профилактика должна быть именно до того, как люди пришли на стадион. Может быть, черные списки и так далее. То есть, это комплексы работы, комплекс мер. Но те, кто проводит мероприятия, кто занимается бизнесом, у них должны быть конкретные, внятные полномочия и права. В том числе на контроль доступа на территорию, пропускной режим. Мы уже говорили о том, что матч «Зенит» и «Динамо», когда взорвалась петарда на поле и пострадал вратарь, стал своего рода катализатором к тому, что сейчас широко обсуждается законопроект. Закон о болельщиках назвали в средствах массовой информации. Ну, а по сути, это ряд поправок в закон о спорте. И говорили об этом на всех уровнях власти. Давайте послушаем мнение главы Подмосковья Андрея Воробьева. 100% надо принимать как можно быстрее закон. Который ужесточает наказание за хулиганское поведение на трибунах. Посмотрите, что происходило с митингами. Ведь митинги происходят во всех странах. Везде есть закон, который жестко регламентирует, что можно, что нельзя при проведении митингов. Мы приняли закон, проходят митинги. Проходили митинги, будут проходить митинги. И закон, который жестко регулирует правила порядок проведения, сегодня, по сути, исключает какие-либо недоразумения. Хулиганские выходки или другие поступки, которые находятся за гранью закона. А о болельщиках у нас никто не думал до сих пор. И болельщики, к сожалению, тифозия, так называемые, радикальные болельщики, позволяют себе откровенно хулиганством. Поэтому здесь нужно ставить заслон, ужесточать ответственность. Ну вот, Дмитрий, говорили вы о том, что существуют черные списки. Должны существовать. Должны существовать, но в мире уже существуют. В Германии, насколько мне известно, перед чемпионатом Европы на Украине немецкие полицейские обошли фанатов. И, по-моему, 100 фанатов в итоге не поехали на Украину. Болеть за свою команду. А в Италии уже давно продают билеты на матчи по паспортам. Всеволод, как вы считаете, в нашей стране тоже нужно вводить аналогичные методы? Вы знаете, здесь два аспекта я бы разделил. Это продажа билетов по паспортам и, как таковые, черные списки правонарушителей. Касательно продажа билетов по паспортам, то в Италии была введена такая норма, но она потом, кстати, была отменена. Потому что это очень сильно осложнило проход людей на стадион. Время для их засмута сверки. Потому что если мы продаем билет по паспорту или просим при входе предъявлять паспорт у человека, который несет билета, то билет должен быть именным. Потому что иначе теряется смысл, если на самом билете человек может приобрести по паспорту, передать другому лицу. В чем же проблема? И, соответственно, таким образом предвестировать владельца билета будет невозможно. Ну и в чем же проблема? Напечатать фамилию, имя, номер, паспорт? Здесь проблема в том, что есть комплекс досмотровых мероприятий, которые проходят болельщики. В частности, на воскресном матче между футболом клуба «Спартак» и «Динамо» Болельщики, проходя от выхода из метро в стадион до непосредственно трибуны, проходил пять раз досмотр. Соответственно, это перед входом, перед мостом, при входе на территорию стадиона, перед проходом на трибуны, непосредственно и уже при входе непосредственно в подтрибунное помещение металлодетектор, еще дополнительный осмотр, и уже при входе непосредственно на саму трибуну. Пять зон досмотра. Это по большому счету, где люди осматривают, в том числе, как бы досматривают. И тем не менее, 5 рубежей, 5 кордонов, и тем не менее. Тем не менее, тем не менее, пиротехника использовалась. О чем мы говорим? Соответственно, мы говорим о том, что, видимо, каким-то образом, эти запрещенные предметы, они попадают. Возможно, путем присутствующей помощи останутся. В соответствии с массовой информацией такая версия, что, в общем-то, девушки пронесли в буквальном смысле в себе эти петарды. Вы слышали? Не попадалась вам такая информация? Я читал. Я все слышал, но я думаю, это бессмысленно. И, в принципе, я придерживаюсь того, что кто-то из персонала или обслуживающих каких-то субъектов помогли пронести, потому что, я так понимаю, в болельщинской среде очень приветствуются такие ординарные действия. И люди готовы пойти на все, в том числе и материально, коррумпировать или еще что-то. Ангажировать людей, чтобы принести... Анатолий, а как на сегодня футболисты, играющие люди, мы говорили сегодня, что любой матч – это своего рода шоу, да? Как на сегодня футболисты-шоумены могут повлиять на своих фанатов, на своих болельщиков? Ну, я так понимаю, что разговорами это не получится повлиять, да? Это, скорее всего, клуб должен заниматься этим вопросом, да? С болельщиками, работа с болельщиками, организация всего этого дела. Ну, а как футболист может повлиять? Ну, подойдет, скажет, одному, второму. Он же не охватит такую массу зрителей-болельщиков, которые приходят на матчи. Ну, болельщики приходят на матч ради вас, для того, чтобы посмотреть на то, как играет любимый спортсмен. Я так понимаю, не все приходят ради этого. Многие даже на поле не смотрят. А многие приходят в таком состоянии, что... Или на трибуне... Все, вот Анатолий говорит о том, что прежде всего работа с болельщиками должна проходить в фан-клубах. Проходит? Вы знаете, вот сразу по поводу пиротехники, не хочу ни в коем мере оправдывать пиротехники на стадионах, но будет объективно сказать, что футболисты по-разному относятся к использованию пиротехники со стороны болельщиков. Вот недавно, в частности, один из братьев Березуцких заявил, что ему, например, нравится. Что это элемент шоу, и... Интересно, как бы один из братьев Березуцких отреагировал, если бы Петарда ему под ноги попала? Вот, это уже другой момент, поэтому просто вопрос дискуссионный, естественно, согласно законодательству по всем известным событиям в хромовой лошади. В Перми пиротехника запрещено, ну, не санкционированный использованный пиротехник запрещен, особенно при спортивных массовых мероприятиях. Поэтому это нарушение. Закона в большинстве случаев за правонарушение на стадионах, ну, и в Москве есть, например, административный кодекс отдельный, как в Москве, но в других стадионах люди привлекаются к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», которая предполагает, помимо штрафа, еще и административный арест. Однако у нас почему-то действует только система штрафов, которая незначительно, все об этом говорили, но административный арест все-таки проводится. Вот каждый из вас сегодня так или иначе подтвердил мысль, что в нашей стране на сегодняшний день рычагов давления, рычагов влияния на болельщиков фактически нет. Мы задали вопрос нашему эксперту, кто сейчас отвечает за безопасность во время матча. Давайте послушаем точку зрения директора по безопасности российской футбольной лиги, российской футбольной премьер-лиги Александра Медлина. Сам механизм вообще обеспечения безопасности на сегодняшний день четко не отработан. И помимо организатора, помимо того, что милиция участвует, участвуют и подразделения безопасности стадионов. То есть на сегодняшний день получается лебедь рад к ищу, как каждый тянет на себя. Мы, клубы премьер-лиги, не участвуем в досмотровых мероприятиях, а штрафы все платят на самом деле клубы. То есть если бы клуб на себя взял такую ответственность, и нам дали такие права, то, естественно, руководитель клуба, дабы не платить эти штрафы, он лучше эти деньги потратит на различные системы обеспечения безопасности. Я знаком с этим проектом законов. Сейчас он очень сырой, потому что согласно этого закона мы опять не понимаем. Там написано, что за безопасность отвечает организатор в соответствии с правилами обеспечения безопасности и правилами поведения зрителей, которые будут утверждены правительством. Что в этих правилах написано, мы на сегодняшний день не знаем. И сразу после рекламы мы продолжим говорить о том, что необходимо сделать, чтобы обезопасить футбольные матчи, обезопасить болельщиков и спортсменов. Реклама. В эфире «Область доверия». Мы продолжаем обсуждать так называемый закон о болельщиках. В нашей студии генеральный директор футбольного клуба болельщиков «Динамо» Всеволод Алексеев, футболист, тренер подмосковного футбольного клуба «Спарта» Анатолий Рожков и эксперт по безопасности, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин. Телефон прямого эфира 8 499 259 46 01. Итак, уважаемые гости, до рекламы мы с вами услышали комментарии директора по безопасности РФПЛ Александра Метина, который возложил ответственность на организаторов матча. Так вот, давайте определимся, кто же такой организатор матча. Это клуб, это стадион, это футбольный союз. Кто организатор? Организаторы могут быть несколько лиц. Это и клуб, и хозяин стадиона. Это предприниматели в сфере футбольного бизнеса. Я поддерживаю слова Метина, что закон нужен, но тот закон, который сейчас обсуждается, он сырой. Очень много, как видим, отсылочных норм из его закона в какие-то постановления правительства и так далее. Но нам очень важно принять дееспособный закон, потому что впереди 14-й год Олимпиады в Сочи и 18-й год Чемпионат мира по футболу. И если мы упорядочим это действие, то мы не опозоримся и не будет стоять вопрос о том, что вообще нужно ли в России проводить такого масштаба мероприятия. Ну вот если говорить о штрафах, если говорить об организаторах, недавно совсем в общественной палате президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер справедливо заметил, что после каждого матча ЦСКА платит сумасшедшие штрафы за петарды, которые можно было потратить на безопасность. Но тем не менее, во-первых, куда уходят эти деньги? И почему же, если, вот Севолод сегодня подтвердил в этой студии, пять кордонов проходят болельщики, прежде чем попасть на стадион? Почему же, если пять полицейских кордонов проходят болельщики, в итоге платит футбольный клуб? Ну, сложный вопрос, конечно, потому что для меня это необъяснимо. Значит, там вот, как Сева сказал, что, значит, кто-то из организаторов, скажем так, да, на стадионе, там, из обслуживающихся персонала, кто-то проносит это все, значит, кто-то за деньги там все это делает, вот, потому что, ну, нельзя же столько петарды привести в себе. Потому что одни несут ответственность, а другие получают прибыль. И здесь вот несостыковка, нужно упорядочить все эти действия на стадионе. И больше заниматься профилактикой. Надеюсь, в новом законе как раз будут меры и права у организаторов по профилактике вот этих правонарушений. Работа с болельщиками. Ну, вот один из пунктов законопроекта, это штраф для хулиганов до 5000 рублей, либо исправительные работы. Как вы считаете, вот тех болельщиков, я не ставлю знака равенства между болельщиками и фанатами-хулиганами, это, мне кажется, абсолютно две разных категории. Но, тем не менее, вот для человека, который, не будем давать правовых оценок, для человека, который пришел на матч, зажег петарду, бросил ее под ноги, я не думаю, что эта девушка специально бросила, чтобы травмировать вратаря, но, тем не менее, вот 5000, либо исправительные работы могут как-то мозги на место поставить, или это другой диагноз? Ну, знаете, я, честно говоря, не совсем понимаю, чем отличается человек, совершивший преступление или правонарушение на футбольном стадионе, от человека, который, допустим, совершил правонарушение преступления о футбольном стадионе. Есть определенные законы, есть определенные правонарушения, правонарушения, есть административный уголовный кодекс, конечно. Соответственно, почему не работают механизмы задержания, выявления этих правонарушителей и присуждения им, согласно законодательству, вгазания? Ваша точка зрения перекликается в какой-то степени с депутатом Госдумы, который в скором времени, возможно, уже совсем скоро будет голосовать за этот законопроект, чтобы он стал законом. Давайте послушаем мнение депутата Госдумы Антона Белякова. Я убежден в том, что ответственность за любое чрезвычайное происшествие на стадионе должна в равной степени лежать на болельщиках и на организаторах соревнований. Это первое. И второе. Мы не должны забывать о том, что болельщик, как любой гражданин, имеет на многие вещи право. Он имеет право чувствовать себя безопасным. Происходит инцидент на стадионе, прежде всего за это отвечает организатор. И именно он должен дать вам гарантию безопасности. Но во втором месте правоохранительные органы. Они должны увидеть зачинщика беспорядков и вовремя его удалить, не допуская массовых беспорядков. И они несут за это ответственность. Есть по всей стране административный уголовный кодекс. Он описывает ситуации, которые происходят на территории Российской Федерации. И будет ли это стадион, где нанесено повреждение той или иной степени тяжести кому-то, будет ли это электричка, будет ли это драка в Макдональдсе внутри или снаружи, это не могут быть совершенно разные составы правонарушения или преступления, предполагающие совершенно разную степень ответственности. Есть хулиганы, которые дерутся. Это хулиганы, а не болельщики-хулиганы. Это абсолютно одно и то же юридически. Вы полностью согласны с мнением Антона Галякова? Да, я полностью разделяю эту позицию. Потому что здесь, конечно, есть нюанс по плане организатора. У организатора, если он отвечает, у него должны быть полномочия осуществлять эту деятельность. Пока у нас, к сожалению, за безопасность и порядок отвечают правительные органы, согласно законодательству. В остальном полностью согласен. Потому что я считаю, что даже у нас правительные органы находят преступников на территории всей страны, я не понимаю, почему невозможно найти их, вычислить как ответственности на закрытом стадионе, на спортивном объекте закрытом. Поэтому здесь возникают достаточно такие сложности. Можно говорить о том, что несовершенна система видеонаблюдения. Хотя на арене Химки до этого инцидента считалась она одной из лучших. На арене Химки и стадион Локомотив. Потому что там в арене Химки более 100 камер. Оказалось, что они не позволяют вычислить правонарушителя. Но об этом сотрудники полиции, которые находятся в оперативном штабе на данный момент, смотрят за эти камерами видеонаблюдения. Значит, нужно было поставить раньше вопрос о том, что, ребят, мы не сможем, если у нас случится этот инцидент какой-то подобный, мы не сможем найти виновного. Либо менять систему видеонаблюдения и переоснащать более лучшего качества видеокамерами, либо дополнительно усиливать какие-то оперативные возможности. Потому что, опять же, есть еще оперативные сотрудники, которые находятся и в трибунах, в том числе снимают, ведут оперативную съемку. Каким образом, опять же, невозможно было вычислить этих людей. Это достаточно странно. И в том числе, есть один очень важный нюанс. У нас отвечают, допустим, организаторы из собственных стадионов, но у нас стадион только у локомотива является в собственности клуба. У нас клубы являются арендаторами. А стадионы, они где-то есть частные, а где-то есть муниципальные стадионы. И у них, допустим, средства для того, чтобы оснастить свои помещения, видеокамеры достаточно хорошего решения, достаточно большие деньги, и нужно будет откуда-то брать. А клуб не может, допустим, если он будет на свой счет оснащать, то получается, он оснащает чужую собственность за свои деньги. Здесь есть очень много таких нюансов. Анатолий, у вашего клуба есть свой стадион и как он оснащен? Ну, пока у нас, конечно, есть стадион, но он уровень не такой серьезный, не так много болельщиков, фанатов таких очень, скажем так, ультранаправленных. Все тихо, мирно, спокойно. У вас есть офицеры по безопасности? У нас волонтеры, да, то есть безопасности есть. Но пока все, эта работа с болельщиками ведется так с детского возраста, скажем так, со школ. Вот так все постепенно. То есть воспитываете и спортсменов, и болельщиков? Да, культура связов. Давайте послушаем звонок, который раздался в нашей студии, в нашей редакции. Добрый вечер, как вас зовут? Откуда звоните? Алло. Здравствуйте. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Почему вы исключаете возможность провокации со стороны московского «Динамо», что там лазутчик не пролез и бросил петарду под ноги Шунину? Ну ведь не нашли, кто конкретно бросил. Почему же команду лишает трехочковой санавы игры? Спортивное состязание. В корне неправильно. Не нашли человека, зачем наказывать? Смотрите человека конкретно, что это зенитовский болельщик. Одно дело. А ведь не нашли. И техническое поражение, да что за ерунда. Скажите, пожалуйста, но мы не исключаем, на самом деле, такой возможности. Мы об этом говорили. Почему наказывают команду технические поражения? А вот сейчас давайте... А вот сейчас давайте... Спасибо большое. Дмитрий Галочкин, адресуем этот вопрос. Я надеюсь, что этот вопрос риторический, потому что это не мы наказали. Мы только обсуждаем сложившуюся ситуацию. И мы в связи с этим как раз и говорим, что нам, как мне кажется, нашему сообществу, России, необходим профильный закон, который регулирует деятельность организаторов, проводимых мероприятий. Статус субъектов, в том числе охраны, волонтеров. Волонтеры также должны быть прописаны, какая у них ответственность, например, и каких у них гарантий, если, например, они окажутся на территории стадиона и потеряют здоровье, и будут избиты, например, фанаты. Там комплекс вопросов, необходимый комплекс решений. Как мне кажется, чтобы закон был принят в какие-то сжатые понятные сроки, нужен драйвер внутри Государственной Думы. Драйвер — это человек, который сможет максимально провести работу с законом, чтобы он был близок к идеальному, чтобы была проведена общественная экспертиза этого закона и сформировано общественное мнение. Чтобы этот закон был принят большинством в Думе. Драйвер до сих пор, мне, например, непонятен тот депутат или группа депутатов, которые занимаются этим законом, которые добьются политической воли в принятии такого закона. Ну вот смотрите, в нашей студии Анатолий, который в вашем лице, Анатолий, сегодня все спортсмены, футболисты представлены, и в Севолод, в вашем лице сегодня в нашей студии представлены все болельщики. Это две стороны одного очень взаимодействующего между собой процесса. Ваши точки зрения, с точки зрения болельщиков, с точки зрения спортсменов, футболистов, учитывались при составлении поправок? Знаете, закон, закон проект, как я понимаю, разрабатывался Министерством спорта совместно с МВД, потому что там сопряженные изменения, в том числе и в административно-уголовный кодекс. То есть была назначена рабочая группа, в куда входил представитель болельщиков в лице президента Всероссийского мнения болельщиков. Однако, насколько я знаю, комиссия собиралась там всего пару раз, по крайней мере он, даже он приглашался всего пару раз на эти мероприятия. Потом закон сразу перекочевал в правительство Российской Федерации, откуда перешел уже в общественную палату и сейчас поступит в Государственную Думу. Вы, насколько я знаю, написали открытое письмо, к примеру, Медведеву. Ответ поступил? Знаете, я не ожидал ответа. Открытое письмо было вызвано тем, что Дмитрий Анатольевич после событий на матче за Динамо озаботился о этой проблеме и предложил в официальных интернет-сетях людей высказать свое мнение. Сначала я бы высказал свое мнение по этому поводу, потом мне показалось, что все-таки и при, бесспорно, в разработке политической воли и при поработке вот этого законопроекта со стороны депутатов и других чиновников, ему, конечно, было бы важно видеть весь комплекс проблем, которые существуют на данный момент в футболе. Анатолий, как мнение спортсменов учитывалось? Я думаю, что вряд ли. Это все-таки больше связано с болельщиками, с руководством клубов, с руководством РФФЛ, с футболистами, я думаю, что вряд ли это согласовывалось. Да и с болельщиками, на самом деле. Здесь, мне кажется, нельзя исключать авторитет футболистов, совершенно влияние на... Это никогда не отделял себя от болельщиков. Всегда у меня теплые отношения до сих пор с болельщиками. Так же, как и с моим непосредственным начальником, да, скажем так, главным тренером Андреем Тихоновым, который до сих пор является кумиром у многих клубов. Знаете, вот к нашему разговору присоединился обозреватель издательства «Советский спорт», заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. Евгений Серхимович, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер, да, слышу. Евгений Серхимович, ну вот футбольные болельщики, люди эмоциональные во всем мире. Скажите, пожалуйста, как вели себя советские фанаты? Да нет, ну это небо и земля. В общем-то, не было такой агрессии вообще в обществе. И поэтому, ну, и зарплате была уравнивовка, и просто жили послевоенное время, как бы, когда открыты дома. Я в Подмосковье породился, меня мама когда работала, кормила вся улица. И это была просто жизненная такая вещь. Поэтому сегодня, конечно, изменилось. Сегодня на стадионах, как территория беззакония. Все приходят, и мало кто смотрит футбол, а в основном люди стараются что-нибудь такое сделать. Само выразиться, да? Евгений Серхимович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот законы, поправки, которые мы обсуждаем, они смогут остановить хулиганство на трибунах? Нет, они позволят спрашивать с тех же законников, с той же милицией, потому что, как только сегодня что-то происходит, оказывается, что нет закона. И оштрафовать можно только там на 300, на 500 рублей. Вы знаете, меня больше всего же ведь поражает не это. Меня поражает, как только пошел разговор о законе о болельщиках, возмущение болельщиков. Ну вот я нормальный человек, который ходит на футбол. Но если я не иду туда заведомо с этой шашкой дымовой или с разрыв-пакетом, и не иду туда матом чесать два тайма, то почему мне против этого закона-то надо вообще выставать? Понимаете, в чем дело? Вот это для меня непонятка полнейшая. Значит, люди уже заведомо протестуя этого закона, знают, что они будут нарушать этот закон. Евгений Серафимович, но ведь существует на сегодня уголовный административный кодекс. Вот если приравнять те самые хулиганства к тем правонарушениям, которые, в общем, давно уже прописаны и известны, может быть, и не нужно изобретать велосипед? Знаете, я об этом говорю уже давно. Давайте так. Вот человек бросил что-то на поле на футбольное, и еще заделка вон. Говорят, а нет закона, по которому мы можем осудить и прочее. Ну, простая вещь. Едет кортеж президента или премьер-министра, и кто-нибудь бросит туда вот эту штуку. Что будет с этими людьми? Сразу найдутся законы. Сразу. Пусси райцы. Пришли, обезобразили, выступили. Храм, да? Храм. Но это же мой храм, футбольное поле и стадион. Но в мой футбольный храм приходят такие же пусси райцы и тоже сами. Евгений Серафимович, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, последний мой вопрос к вам. Как бороться с футбольными хулиганами? Что нужно сделать сегодня? Ну, сегодня все уже расписано. Надо, во-первых, найти этого человека. Во-вторых, осудить его только всего. Если это не хулиганство, если бандитизм. Хулиганство меньшими карательными мерами, там, 15 штраф какой-то, не знаю. Но надо вычислить этого человека. Потому что когда доходит до определения, кто это сделал, тогда сразу возникает, что нет камер, нет милиции, и никто не определяет, кто это. Спасибо большое. В нашей программе принял участие Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Спасибо. Сейчас реклама, затем мы продолжим. В эфире «Область доверия» мы продолжаем обсуждать закон о болельщиках, который сегодня широко обсуждается, вызвал резонанс. Вот до рекламы мы разговаривали по телефону с футболистом, с замечательным, известным футболистом Евгением Ловчевым. И квинтэссенция его выступления сводилась к тому, что необходима неотвративность ответственности, неотвративность наказания для нарушителей, для фанатов, для хулиганов. Дмитрий, ваше отношение к этому? Я согласен с Евгением Ловчевым. Самое главное, это правоприменительная практика. Если бы даже те законы, которые существуют, реализовывались, если бы была неотвратимость наказания, может быть, не было бы такого накала, который существует сейчас. А так, в принципе, он совершенно прав. Но все равно нужен закон, где, например, такие моменты, как человек, выбегающий на стадион. Во всем мире, в некоторых странах передовых, там есть за это вплоть до уголовного наказания. У нас какое наказание за то, что человек выбежал на стадион, пробежался по нему в кружок, а вся страна смотрит, когда это действие закончится. И несут издержки, убытки и так далее. Поэтому это регулировать нужно. Анатолий, есть что-то? Конечно. Безнаказанность порождает вот это все, все эти хулиганства, скажем так. Еще недавно у нас на дорогах творилось то же самое, беспредел полный. Штрафы повысились, повысились наказания. Сейчас намного это все меньше. Единичные случаи, я езжу, наблюдаю. Очень редко кто-то выезжает на встречную полосу, по тротуару ездит. То же самое на футболе. Будет наказание, будет результат. Если продолжить тему наказаний, в Европе есть такое наказание, как недопущение особо отличившихся в кавычках фанатов на матчи. Как вы считаете, такое наказание действенное? Я считаю, что такое наказание действенное. Другое дело, что должно быть проработан алгоритм деятельности этого наказания. Кому мы его применяем? За особо отличившихся, допустим, люди, совершившие наиболее проступки, либо люди, которые неоднократно совершают, допустим, могут быть мелкие правонарушения, но неоднократно. То есть приходят на футбольный матч для того, чтобы нарушить закон, каким-то образом себя продемонстрировать. Да, соответственно, этих людей можно сравнивать в футбол. Другое дело, что нам должна быть какая-то градация, соответственно, насколько, за какое правонарушение, допустим, люди получат вот это наказание. Но здесь, опять же, для того, чтобы мы как-то наказывали, мы можем хоть и смертный наказатель придумать за правонарушение. Мы должны уметь ловить нарушителей, мы должны ловить и с законом их к ответственности привлекать. Уже даже с действующего законодательства, если бы оно работало в полной мере, было бы достаточно для хотя бы такого бы серьезного снижения правонарушения. Но, к сожалению, нет. Знаете, послушаем телезрителя, который хочет заявить что-то в нашей программе. Может быть, будет очень важная какая-то поправка добавлена. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, Артур меня зовут. Слушаем вас, Артур. Я сам давний футбольный болельщик со стажем, я сам болельщик «Спартака». И хочу сказать следующее по поводу всего того, что сейчас происходит на футбольных матчах. Вообще, в последнее время модно все антисоциальное. И молодежь таким образом пытается выразить себя как-то самовыразить, не понимая, даже не отдавая отчет своим поступкам и не понимая то, что может из этого происходить, вытекать. И в первую очередь я хочу сказать, что по поводу всех этих петард, всей этой пиротехники, я считаю, что в первую очередь несет ответственность это правоохранительные органы и службы безопасности. Потому что, на мой взгляд, это все проносится за деньги. Артур, скажите, пожалуйста, вы... Нет, это ни для кого не секрет. А что касается нетолерантных речевок в адрес болельщиков, с детьми ходить вообще невозможно. Как уже Евгений Серафимович говорил, как в советские времена люди спокойно ходили с семьями и болели за свои клубы. Я считаю, что в этом направлении должны работать именно клубы со своими болельщиками. То, что сейчас, кстати, делает руководство команды «Спартака». Перед каждым матчем администрация со своими волонтерами, руководство, точнее, клуба со своими волонтерами, оргкомитет клуба работают и очень четко проговаривают все эти пункты. Артур, скажите, пожалуйста, вот вы... Артур, вы слышите меня? Да-да. Вы говорили о том, что вы болельщик со стажем. Вот вы, болельщик со стажем, имеете какое-то влияние на молодых, вот тех самых болельщиков, которые антисоциальные какие-то речевки кричат, петарды проносят? Артур, вы знаете, насколько это возможно, я хожу на стадион, на футбол со своим сыном, и он приглашает своих друзей, и, соответственно, они это все прекрасно видят. И я со своей стороны, насколько это возможно, пытаюсь им объяснить, что это неправильно. И тут не надо говорить, что на кого-то все время ссылаться, что вот, а они виноваты, а они виноваты. Если просто каждый из нас... Начать с себя. Начать с себя, правильно. Спасибо большое, Артур. Я берусь с собой. Спасибо большое, Артур. Я этим детишкам обещаю. Я вынужден прекратить вашу речь, потому что время эфирное подходит к концу. А я еще хотел бы, чтобы наши телезрители услышали опрос, который мы провели на улицах. Как люди... Как относятся люди к наказанию фанатов-хулиганов? Давайте посмотрим. Как нужно наказывать фанатов-хулиганов, которые устраивают беспорядки на матчах? Ну, есть закон, вообще-то говоря. Согласно ему и поступать надо. Нужно размер административного штрафа увеличить несколько раз за хулиганство. Мне кажется, штрафами ничего никто не добьется. Надо их наказывать, сажать в тюрьму. В качестве получительных мер стоит проводить матчи без болельщиков. Это только работа с психологией, внутри клубов, со своими болельщиками. Только это может помочь. Как сделали в Англии, составлять списки хулиганов, как бы не пускать их на стадионы. То есть черный список такой. Составлять и все. Есть административное наказание, уголовное, там все прописано. Что там лишнего-то придумывать. Ну что ж, нам с вами остаётся только подвести итоги интерактивного голосования. Давайте посмотрим на экран. Мы сегодня задали телезрителям вопрос. За хулиганство на стадионе должны отвечать команды, либо болельщики. Но большая часть наших телезрителей считает, что всё-таки ответственность нужно возложить на болельщиков. Все выводы? В этом есть разумное зерно. Но болельщиков мы поднимаем под этим именно правонарушителей. Людей, как бы, из числа тех, которые пришли как зрители и нарушили право. То есть не нужно всех под одну гребёнку? Должна быть существовать комплексная вообще программа работы с болельщиками. Какой-то определённый документ, который бы как раз отражал и ответственность всех сторон, которые занимаются деятельностью и включены в футбольный процесс. Анатолий. Ну, я согласен с опросом, конечно, да, и хочу ещё добавить от себя, скажем так, что и команда должна работать с болельщиками. Так же, как и в Европе, в зарубежных клубах на стадионах во время матча не пятады жгут, а там бросают золотые бумажки, серпантин. Всё красиво, всё это шоу, да, но это безопасно, по крайней мере. Дмитрий. Этот законопроект, я так понимаю, он предусматривает именно безопасность на стадионе и правопорядок, а не борьбу с болельщиками. Я желаю этому законопроекту, который, наверное, очень нужен и важен нашей стране, чтобы у него появились драйверы-законодатели, которые смогут провести серьёзную работу и с учётом иностранного опыта международного, и привлечь все субъекты, которые заинтересованы в этом законопроекте, чтобы всё это очень серьёзно... То есть вот деньги доработки, те сырые места, о которых говорили сегодня... Да, не было отсылочных норм куда-то к постановлениям и так далее. Есть ещё на чём поработать. Спасибо, это была «Область доверия». Мы обсуждали сегодня закон о болельщиках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok